К нам подключается соучредитель Drone.ua, эксперт в сфере беспилотных технологий и робототехники Валерий Яковенко. Валерий, здравствуйте. Валерий, как вы нас слышите? Мы, к сожалению, вас не слышим. Попробуем наладить своими... Приветствую. Я благодарю вам за то, что вы присоединили меня к эфиру. На самом деле, да. Абсолютно верно. Украина использует современное вооружение, Украина использует современные технологии для того, чтобы противопоставлять оккупантам технологии, а им максимально экономить человеческие жизни. И действительно, на поле боя это приносит свои результаты. Скажите, кто и как сейчас производит дроны в Украине и как нарощено их производство? В Украине сейчас существует несколько направлений, в которых используются дроны, в которых создаются эти технологии. Всем понятно, что дроны в первую очередь это разведка. И те дроны, которые используются на больших дистанциях, от 10 до 50 километров и даже больше, сейчас активно создаются в Украине и создаются в таких количествах, которые в целом могут помочь и в целом могут составлять уже даже экспортную определенную стратегию нашего государства, а после нашей победы. Если же мы говорим о тех дронах, которые сейчас наносят наибольший вред оккупантам, речь идет о небольших FPV-дронах. Они в корне меняют формулу безопасности по линии разграничения, по линии фронта. Это оборудование используется с обоих сторон, но со стороны Украины оно используется в несколько раз больше и эффективнее. Эту войну уже называют войной дронов. Понятно, что дроны на войне это как расходный материал, точно так же как боеприпасы, как снаряды, как ракеты. И вот когда идет речь о боеприпасах, то часто называют конкретную цифру, сколько, например, Украине нужно в день, в месяц, за полгода этих боеприпасов, для того, чтобы вести активные боевые действия. Что касается дронов, мы можем такую цифру озвучивать? Тот формат использования дронов, который используется сейчас, дает возможность использовать по 10 дронов в среднем одному оператору, который работает в какой-то активной позиции. И учитывая то количество операторов, которые у нас сейчас есть, а их уже больше 10 тысяч, тех, которые работают с дронами камикадзе, дронами типа FPV, то речь идет о десятках и сотнях тысячах максимальной возможности пропускной способности использования дронов в день. Это огромные цифры, потому что это речь идет о миллионах дронов в месяц, и это те цифры, которых в мире не существует. То есть если дать возможность каждому нашему военному, который умеет управлять дронами, использовать их максимально, цифры, я назвал это огромные цифры, это порядки, которые на текущий момент в мире недоступны, но в Украине создаются предприятия, которые начинают удовлетворять эту потребность шаг за шагом. И здесь Украина формируется уже как один из самых больших в мире разработчиков, сборщиков, производителей дронов. Особенно, когда мы говорим о таком классе, как FPV. И военные, и волонтеры часто говорят о том, что всего один дрон на войне — это как минимум десятки спасенных жизней. Можете объяснить почему? Я даже по-другому говорю. Дроны — это расходный материал. Они теряются, они ломаются, они не возвращаются. И каждый раз, когда дрон не возвращается из своей миссии, это чья-то спасенная жизнь. Дроны, особенно когда мы говорим о сегменте безопасности и когда мы говорим о разведке, это возможность не поддавать риску операторов. Это возможность сохранять солдата в безопасности, когда он проводит те или иные разведывательные операции. И, естественно, это помогает быстрее получать информацию с поля боя, быстрее обмениваться с генеральным штабом и не нести тех рисков, которые могли бы существовать, не будь дронов и других высокотехнологических решений на стороне Украины. А дронах, которые Россия использует, что это за дроны, насколько они современные, насколько много их у Российской Федерации? Россия готовилась к наступлению и действительно в самом начале военных действий создавалось ощущение, что дронов у РФ очень много. Но в то же время мы увидели, как запасы этих дронов стали иссякать. Украина научилась сбивать эти дроны. Количество различных комплексов для того, чтобы уничтожать вражескую технику, в том числе и дроны, ставало больше. И Россия потеряла динамику использования такого оборудования еще в 2022 году. И, учитывая то, что Украина максимально инвестировала весь свой инженерный потенциал, все свои международные связи в то, чтобы создавать армии дронов. И поверьте, это не одна армия, их большое количество. Вся эта технология, она создается и противопоставляется оккупантам. И сейчас мы можем оговорить, что дронов в Украине больше раза в три. Больше и более системный подготовленный центр для подготовки операторов. Системный идет учет этой техники. И самое главное, к созданию этих технологий в Украине допущены различные предприятия, количество которых уже далеко за 200 перевалило. В то же время на болотах существует государственное направление, которое создаёт эти технологии. Технологии создаются старыми, с использованием зарубежных компонентов. Они страдают из-за санкций, постоянно меняется модельный ряд из-за того, что нет возможности доставать одни и те же комплектующие для создания определенного класса оборудования. Ну и мы видим, что мир на стороне Украины. Те технологии, которые действительно меняют ход войны, они находятся на стороне Украины. А оккупанты технологически деградируют. Но правильно ли я понимаю, что у России всё-таки есть возможность доставать где-то комплектующие для дронов технологии? Кто помогает России в этом? На текущий момент действительно санкции стараются обходить, но это чревато. Те компании, которые попадают под санкции, они прекращают своё существование. В дронах мы уже видели ряд примеров, когда компании из Объединённых Арабских Эмиратов просто прекращали свою работу из-за того, чтобы просто делали даже намёки в сторону того, чтобы помогать стране-террористу. Работа в этом направлении ведётся. И то оборудование, которое даже может создаваться на территории Арефии в единичном экземпляре, либо в маленьких сериях, оно не идёт в большие серии, потому что стабильность поставки комплектующих невозможно обеспечить. Такие страны, как Китай, такие страны, как Вьетнам, они не дают преференции Арефии с точки зрения получения каких-либо комплектующих. И однозначно самостоятельно Арефия не в состоянии производить оборудование, о котором идёт речь. Лепить корпуса и просто цеплять на них моторы – это ничто без инновационной авионики, без системы навигации, без дополнительных блоков, которые обеспечивают использование этого оборудования в условиях очень активного украинского РЭБ. И всё, что получается у страны оккупанта – это создавать террористическое оборудование или использовать террористическое оборудование, которое на поле боя вообще никому образом ничего не меняет, а направлено исключительно против мирных украинских жителей. Валерий, мы в наших эфирах часто обсуждаем вооружение российских оккупационных войск. И вот, например, в контексте того, когда мы говорим о том, что российская армия снимает с хранения старые советские танки, мы ни в коем случае не уменьшаем его смертоносности, потому что, да, этот танк старый, но он убивает людей. Я не знаю, видели вы это или нет. Кажется, около месяца назад по сети гуляло видео, как на одном из хлебозаводов в России начали производить дроны. Какую бы вы дали характеристику тем дронам, которые производятся на хлебозаводе? Речь шла о FPV-дронах, и действительно, такое оборудование представляет непосредственную опасность, когда речь идет о его использовании на линии фронта. Очень хотелось бы, чтобы такого оборудования не было, но, тем не менее, оккупанты стараются догнать темпы, которые взяла Украина, и сделать хоть что-то. Для этого выделяются сумасшедшие бюджеты на болотах. Рынок банально закидывается деньгами, но при этом Украина сохраняет отрыв, сохраняет лидерство. И вы абсолютно правильно пометили. Какими бы простыми и несовершенными дроны ни были, они несут на себе взрывчатку, когда речь идет о дронах «Камикадзе», и они представляют непосредственную опасность. Нужно быть очень аккуратными. Но в то же время очень важно сравнивать. Технологические прорывные решения не существуют на РФ. Речь идет только о кустарном производстве достаточно простых комплексов. И когда речь идет о действительно кардинальных изменениях, то нам нужны технологии, которые находятся в арсенале наших союзников. Да, но все-таки какой потенциал у России в изобретении и производстве FPV-дронов? Чем это чревато для Украины? Умеют ли, научились ли украинские вооруженные силы противостоять этим дронам? Реально ли им противостоять? Это постоянная гонка технологий и тех решений, которые позволяют защищаться от этих технологий. Украина за последние полтора года активно нарастила свои возможности в направлении РФ ради электронной борьбы. И она умело справляется с тем оборудованием, которое создаётся на территории РФ. Это постоянная гонка, технологии совершенствуются. Как на стороне Украины, так и на стороне РФ всегда возникают какие-то новые направления, новые комплектующие. Здесь мы делаем ставку на масштабирование. Когда на территории РФ создаётся какое-то оборудование, оно очень редко доходит до каких-то больших цифр и больших мультипликаций, когда мы говорим о продвинутом производстве. Опять-таки, санкции работают. Но даже вот эти небольшие партии, они создают опасность. Их меньше. Их однозначно производят не в таких количествах, в каких формируется производство на территории Украины или на территории стран НАТО для Украины. Но они создают опасность. И под них постоянно нужно адаптироваться с направлением радиоэлектронной борьбы, с направлением определённой радиоэлектронной работы, когда мы говорим о поиске вражеских операторов, которые используют дроны на линии фронта. Скажите, а есть ли понимание, сколько заводов в России изготавливают дроны? Или это маленькие предприятия, одни дроны на хлебозаводе делаются, другие на каком-нибудь осенизаторном предприятии? Вы знаете, есть проблема в том, что таких площадок достаточно большое количество, но опять-таки они все разрозненные, у них есть различные технологические подходы и принципы производства. Не масштабировано, нету каких-то больших цехов, которые действительно могли что-то делать. И хочется отметить, что большая часть информации, которую мы видим с экрана, она на самом деле несёт такую пропагандистскую работу. Но никто не будет пиарить производство дронов, сделанных на заводе. Это всё элемент публицистики, это всё элемент потёмкинских деревень. Поэтому я бы не очень рассчитывал на то, что такие локации являются ключевыми в создании тех или иных оборонных или наступательных технологий. По отношению АРФ мы говорим о технологиях террористов. Вы знаете, что удивляет в этом контексте, что вместо того, чтобы делать хлеб на хлеб-заводе, Российская Федерация делает там дроны. Валерий, вам большое спасибо. С Валерием Яковенко говорили о том, как Украина побеждает Россию в войне дронов.